А вы в курсе, что в этом году в Сочи в детских садах было создано дополнительно 135 новых мест? И сделано это было путем оптимизации помещений. Еще 210 мест появится в ЛАО, плюс 40 появится в Беранде, там детские сады еще строятся. Кроме того, уже получены положительные заключения экспертизы по проектам новых детских садов в Детляшке, Макапсе, Якорной Щели и Верхнем ЛАО, а также еще по 10 пристройкам к уже существующим детским садам. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Ну, заканчивается уже 2016 год, многие отрасли подводят в это время итоги по традиции. Ну а что касается образования, то у нас самый разгар учебного года, его середина. Итоги подводить рано, но о летней кампании, об ее итогах мы можем поговорить уже сейчас. Как завершилась летняя оздоровительная кампания, в которой управление по образованию и науке принимало самое непосредственное участие? На организацию летнего отдыха и оздоровления детей было выделено 22 миллиона 700 тысяч рублей, причем 12 миллионов 200 тысяч – это были краевые деньги. Большое количество детей отдохнуло в наших профильных дневных лагерях при школах более 9 тысяч. Ребята провели интересные экскурсии, узнали много нового, поучаствовали в хоровых играх, были волонтерами. При школах также были организованы лагеря труда и отдыха, там занималось более тысячи детей. Мы трудоустроили за весь летний период практически 3 тысячи человек, и на этот вид занятости у нас ушло 4 миллиона рублей. Причем 1 миллион – это спонсорские средства. Спасибо большое всем предпринимателям, которые принимали участие в трудоустройстве детей. Вечерние площадки работали в городе, в отрасли образования их было 27, а в городе работало 145 площадок. Каждый день на площадках у нас было не менее 800 тысяч детей. Мы также ходили в многодневные походы. 1400 ребятишек пошли в многодневные походы по окрестностям города Сочи. В палаточных лагерях отдохнуло более 2 тысяч детей. У нас были лагеря и для детей, которые занимаются туризмом, и для тех детей, для которых это совершенно новый вид деятельности. Назывались такие лагеря «безопасная среда». Дети познакомились с условиями выживания в природной среде, с лекарственными травмами, сходили в походы. В общем, было очень интересно. Также надо сказать о таком виде занятости, как слеты-походы. У нас есть патриотические клубы «Гренадер» и «Патриоты России». Так вот, эти ребята замечательно провели время в Салахауле и в Голицыно, тренируясь, изучая азы военной службы, военных будней. Ну и также, конечно же, отдыхая. Ну, пока дети вот так отдыхали с таким большим смыслом, в школы не прекращали работу, шли ремонтные работы в школах. И в этой работе большое участие приняли шефы, так называемые шефы. Когда и как появилась эта программа шефской поддержки? Кто ее придумал? Как она вообще реализуется? И каковы ее итоги? Что касается пока только школ. Детские сады мы поговорим чуть позже. Бюджеты различных уровней выделяют на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году по городу Сочи всегда не менее 100 миллионов рублей. Но этих денег крайне недостаточно. И по инициативе нашего главы Анатолия Николаевича Пахомова в памятном 2008 году мы первый раз собрались с руководителями транспортных предприятий, строительных фирм, предпринимателями, руководителями санитарно-курортных учреждений. Анатолий Николаевич обратился за помощью и все откликнулись. За каждым учреждением, за теми учреждениями, которые нуждаются в помощи, у нас закреплены шефы. В этом году шефской помощи было оказано более чем на 40 миллионов рублей. И знаете, что интересно? Что это были не мелкие работы, а крупные, очень нужные, до которых всегда не доходят руки. Это бетонирование территорий, асфальтирование, это ремонты фасадов, ремонты помещений, в которых нет детей, но которые являются подсобными и тоже нуждаются в ремонтных работах. То есть это пример такой социальной активности бизнеса? Да, я хотела бы поблагодарить многих. Могу кого-то забыть, прошу меня извинить. Но очень хочется сказать большое спасибо таким организациям, как ООО «Астринский», «Дельфинарий морская звезда», «Южное взморье», «Юг жилстрой», но и многие другие. Ну, все школьники сели за парты в обновленных классах учебных. Всем ли хватило мест за партами? Очень много в город приезжает людей. Город становится очень привлекательным для наших россиян с других регионов. Как справляетесь с таким потоком школьников? Справляемся. И рождаемость увеличилась, и миграционные процессы идут в полную силу. У нас на сегодняшний день более 11 тысяч детей обучаются во вторую смену. Мы в минувшее лето с помощью краевого бюджета, спасибо большое администрации края и Министерству образования и науки Краснодарского края, мы отремонтировали помещения и создали новые места в первой смене. 1760 мест было создано. Конечно, это не панацея. Надо строить новые школы, чем, собственно говоря, мы сейчас и занимаемся. И только сегодня утром глава инспектировал школу в Беранде. Конечно, были вопросы и по срокам, и по темпам строительства. Глава дал очень четкие поручения, поставил задачи, которые мы уже выполняем. Ну и о том, как сейчас идет строительство в поселке Беранда, у нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Строительство 88-й школы и детского сада в поселке Верхняя Беранда было начато еще в 2015-м. Осенью этого года здесь вновь начались работы. При этом учебный процесс для юных жителей поселка не прерывался. В настоящее время дети из 88-й школы обучаются в 91-й. Сейчас там занятия идут в полные две смены. 400 человек учатся в небольшом здании. От 88-й до 91-й школы порядка пяти километров. Мы осуществляем подвоз и школьными автобусами. 200 школьников сегодня учатся в соседнем селе и ждут переезда в стены нового комплекса, где по проекту помимо классных комнат предусмотрены спортивный зал, мастерские, актовый зал. Школа была у нас очень-очень старенькая. Трещины. Последние годы вообще аварийная была. Поэтому пришлось нам переехать в здание якорной школы 91-й, а у нас строится новая школа. Жители прямо с благодарностью ждут, когда это открытие будет. В следующем учебном году школа должна принять учеников. Задержка по строительству недопустима, подчеркивает глава города, находясь на объекте. Сегодня здесь уже двухнедельное отставание от графика. Темпы надо увеличить. А потом я вас предупреждал, что потом может и с деньгами не быть хорошо. Вы должны брать кредиты, но строить. И строить без всяких разговоров, без того, что у нас мороз пошел там или у нас еще что-то. 172 миллиона рублей необходимо для завершения строительства. Это деньги муниципального бюджета, краевого и средства шефов. К концу года, как и предусмотрено проектом, корпуса школы и детского сада должны быть выведены под крышу, потребовал глава города. График или дорожная карта очень жесткие должны быть, чтобы было понятно, какое количество рабочих должно быть, какие должны быть выполнены работы. И будем ежедневно осуществлять контроль за графиком, для того, чтобы все-таки успеть. Во что бы то ни стало, мы в обязательном порядке. Школу эту сдадим в августе 2017 года, а 1 сентября в эту школу пойдут дети. 226 человек сможет принять новая школа. Появится возможность обучения в одну смену. Больше 40 малышей пойдут в детский сад, которого здесь не было никогда. Еще в 50-е годы прошлого века здесь было построено первое крыло школы. В 60-е появилась пристройка. Это было одноэтажное здание с цокольным этажом, под которым не было даже как такового фундамента. Оно стояло на брусьях. По завершению строительства это будет монолитное трехэтажное здание школы и двухэтажный детский сад. Между тем программа по строительству школ в рамках софинансирования продолжится. Сегодня отметил Анатолий Пахомов в работе проекты по строительству школ в Совет Кладжи, селе Веселом и школы в Догомысе. В каких еще районах планируется или уже начато строительство школ? В ближайшее время у нас в проектах 4 пристройки. Это типовые проекты, мы их только привязываем к нашим территориям во всех районах города. Там, где была земля и там, где потребность существует в строительстве школ. Это 82-я школа в Догомысе, Лазаревский район. Также 15-я школа в Центральном районе, 11-я в Хостинском районе и 100-я школа в селе Веселое в Адлерском районе. Совет Кладжи, школа на 400 мест с детским садом на 60 мест, уже готов проект, готова экспертиза, подали заявку в Край. Мамайка, школа на мамайке, готов проект школы на 800 мест с размещением лагеря круглосуточного в летний период, тоже подали заявку. Школа очень дорогая, нужна помощь, надеемся, рассчитываем на нее и на федеральные деньги, и на краевые. С этого года за парты сели и дети с особенностями развития, согласно новому закону, нужно создавать условия и для таких детей в наших общеобразовательных учреждениях. Много ли таких деток пришли сегодня в наши сочинские школы, и вообще, как реализуется этот проект инклюзивного образования в наших учреждениях? Практика показывает, что деток с инвалидностью и с особыми возможностями здоровья становится больше. За последние три года увеличилось их число на 200 человек. В настоящее время в наших школах 615 детей-инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья. Как мы обучаем? Ну, технологий несколько. Во-первых, это дистанционные технологии. Краевые средства пошли на то, чтобы оборудовать места в домах детей, которые нуждаются в этом. Кстати, это только дети с охранным интеллектом. И создать четыре базовые школы с оборудованием. И из четырех базовых школ, которые тоже находятся во всех четырех районах города, мы ведем обучение таких детей. У нас 30 детей дистанционно обучаются. Также существует другая проблема – приведение наших образовательных учреждений к доступности. 43 образовательные учреждения этой школы, детские сады, центры дополнительного образования, даже детско-юношеские спортивные школы уже приведены к архитектурной доступности. По краевой программе мы оборудовали пять школ. Они полностью доступны для людей с инвалидностью. И это не только архитектура, это еще и оборудование. Оборудование для обучения детей с нарушениями зрения, слуха, с задержкой психического развития, сенсорные комнаты. Мы развиваемся. Но что касается инклюзии, больше всего интересует именно это. Потому что с первого сентября вступил в силу закон. Первые классы обучаются по ФГО, это детки с особыми возможностями здоровья. В первую очередь, что мы сделали? Мы создали банк данных, обследовали 122 первоклассника. 23 человека из них обучаются в обычных классах. То есть это полная инклюзия. Кстати, на инклюзии у нас находится 235 человек. Это может быть либо частичная, либо полная инклюзия. Что сделали еще? Нормативную базу отредактировали, создали то, чего не было. Обучили всех педагогов. Сейчас провели мониторинг и понимаем, что нам нужны дополнительные узкие специалисты. Это и дефектологи, и логопеды, и тьютеры. С 1 января 21 ставка будет введена в наших школах. Надо сказать, что не только инклюзия, не только дистанционное обучение для таких детей показано. Также, несмотря на новые какие-то технологии, существуют еще и коррекционные классы, зарекомендовавшие себя. У нас в 11 школах коррекционные классы есть. Их 15, 152 человека обучаются. И еще в городе Сочи, вы знаете, наверняка есть ресурсный центр, база для обучения таких особых деток, школа-интернат номер 2. А как реагируют родители других детей на появление в классе детей особенных? Реагируют спокойно все. Мне кажется, даже готовы помочь. Дети не агрессивные. Обучаются в школе спокойные дети. Народные со всеми. Нормальные, да, замечательные. Мы их очень любим. Ну да, мне кажется, что-то важно не отличать и не различать детей. Ну и проблема школьных автобусов в Сочи существует, потому что много горных поселков. До школы приходится добираться на таком транспорте. Есть ли эта проблема в Сочи? Хватает ли всем транспорта сегодня? Вы знаете, это единственный город в Краснодарском крае, где так много человек на подвозе находится. У нас находится на подвозе более 4 тысяч человек. 25 школьных автобусов, конечно, не справляются. Кстати, хочу сказать огромное спасибо. Большая благодарность от всего города Сочи, Краснодарскому краю. Нам достался один из школьных автобусов в этом году. Вот буквально в ноябре месяце мы получили его 55-я школа. Такой чести была удостоена. Вообще автобусов у нас 25. Они все соответствуют ГОСТ, технические требования все соблюдены. Есть все необходимое для перевозки детей. Естественно, есть система навигации ГЛОНАСС, GPS. Пять автобусов в ХОСТе, пять автобусов в Адлере и в Лазаревском районе их аж 15. Так вот, наш город единственный, где подвозом в том числе занимается муниципалитет. И бюджетные деньги идут на решение этого вопроса. Но что касается казачьих классов, губернатор в этом году поставил задачу, что такие классы должны быть сформированы по возможности во всех абсолютно муниципалитетах и во всех школах. Как у нас этот вопрос продвигается? Мы всегда понимаем, что город Сочи это частичка Краснодарского края, что мы частица большого, многомиллионного края, наверное, самого лучшего в нашей стране. И решаем все задачи сообща. В этом году у нас появилось казачат на 1330 человек больше. В городе Сочи 24 казачьих класса, в трех школах они существуют. А вообще в 60 школах из 70, в 60 школах у нас казачьи группы. Чем отличаются казачьи классы и казачьи группы от других классов? Ну, наверное, тем, что наравне с кубановедением, наравне с основами православной культуры, там еще преподается история и культура кубанского казачества. И, конечно же, таким направлением деятельности, как военно-патриотическое, спортивное, уделяется очень много внимания. Надо сказать, что все только по желанию вступают в эти группы и их классы абсолютно на добровольной основе. И смотрю, что есть такая потребность, есть желание, и количество классов и групп на следующий год наверняка будет увеличиваться. Кстати говоря, в городе Сочи существует казачья школа. Их всего в Краснодарском крае 29. И одна из них наша, это 10-я средняя общеобразовательная школа имени Атамана Белого. А насколько такой, как вам кажется, региональный компонент вообще сегодня необходим? Кубановедение, Сочеведение? Ну, это очень важно. Конечно, важно. Это важно для своей российской, гражданской идентичности. Это важно для воспитания патриотизма. В каждом классе, в каждой школе Краснодарского края преподается кубановедение. Решает этот предмет не только задачи воспитания. Он решает, конечно же, и другие образовательные задачи. Это экономика, экология, культура, традиции Краснодарского края. Я думаю, что каждый человек должен знать историю своей родины, малой родины, своего города, села, станицы, края обязательно. Ну, теперь я предлагаю поговорить о дошкольном образовании. В 2016 году очередь была ликвидирована в детские сады, ну или практически ликвидирована. Сейчас опять много приезжает из других регионов людей, и очередь снова появилась. Как решается этот вопрос? Мы говорили уже о процессах рождаемости и миграции. Да, они нам не дают спокойно существовать. Задача, которая была решена к 1 января 2016 года, с новой силой расцвела в 2016 году. Мы знаем, что за летние месяцы родилось очень много малышей, каждый месяц рождается 700 человек. И вы знаете, что, ну, наверное, каждый, только ленивый не приводил такой пример, что в один из сентябрьских дней родилось 43 младенца в нашем сочинском роддоме. Так вот, сейчас на очереди в сады стоит 18 300 человек. Это вот последние данные. Из них, к сожалению, остаются в очереди дети, достигшие 3 лет, в количестве 2800 человек. Это значит, что этим деткам и их родителям мы не можем предоставить путевку на полный день, но можем предложить путевку в группу кратковременного пребывания. Кстати сказать, сейчас у нас в детских садах более 23 тысяч человек. Из них 21 тысяча посещают сад на полный день. И что еще интересно, в этом году мы закомплектовали рекордное количество детей, 8 тысяч, почти 900 человек. Но это на созданные места. Многие говорят о том, что сады переукомплектованы. Вы знаете, в рамках посещаемости мы совершенно нормально существуем абсолютно. У нас переуплотненность может быть только на бумаге. В деле у нас посещает по Санпину достаточное количество детей. Мы не превышаем нормы. А в каком районе, если можно такую статистику привести, больше всего эта проблема ощущается? Центры Хоста, конечно же. Центральный район и Хостинский район. И очень, конечно, надеемся на возможность бюджета в следующем году поставить строительство трех детских садов. Я называю детских садов полноценных. Хотя два строения, два здания. Это будут пристройки к детским садам 19 и 35 и детский сад номер 4 на Мацесте. 280 мест нам очень помогут для решения проблемы комплектования детей в 2017 году. В городе подготовлены 20 проектов строительства пристройок и детских садов. Мы готовы строить, есть экспертизы. Все зависит, конечно же, от средств. У нас от Лазаревского до Веселого есть территории, на которых можно строить детские сады. Но мы будем решать эту проблему ступенчато, конечно, постепенно. Ну, время нашей передачи подходит к концу. И в ее завершении хотелось бы, чтобы вы пожелали школьникам, педагогам, их родителям в преддверии Нового года что-то пожелали. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Я поздравляю наших педагогов, родителей, детей. Вы знаете, все, кто связан со школой, с детским садом, имеют всегда два новых года. Это Новый год календарный и Новый год учебный. Дорогие друзья, будьте счастливы, настраивайтесь на позитив, любите свой город, помогайте ему расцветать в меру своих сил. Счастья, здоровья, мира нам всем. Ну и вам того же. Спасибо, что к нам пришли. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА